Добрый день, уважаемые коллеги! Александр Константинович, Сергей Борисович, очень рад вас всех видеть на экране компьютера, к сожалению. Но что делать? И вот мне предоставили возможность выступить с таким докладом, который называется «Этюды гормонорезистентности». Слово «Этюды» подразумевает, как мне кажется, хорошее владение изобразительным или музыкальным искусством. Но, честно говоря, рисовать я не умел никогда, на фортепиано лет в 10 перестал играть. Поэтому мне, конечно, сложно насчет этюдов, но я, тем не менее, попробую. И в чем-то я, конечно, буду перепликаться с Севелом Борисовичем. Вот Севелом Борисович уже сказал, что пионером и отцом-основателем эрогормональной терапии явился Чарльз Хагенс, который в 1941 году опубликовал свою работу, в которой впервые действительно было показано и доказано, что подавление андрогенов в организме больного раком предстоятельной железы тем или иным путем способствует улучшению клинических результатов. Но надо сказать, что вот эта легенда, а я сегодня выступаю в роли разрушителя легенд, она была поставлена под сомнение уже легендой, я имею в виду о том, что гормональная терапия является панацеей у больных раком предстоятельной железы, уже достаточно быстро, я имею в виду после 1941 года, уже в 60-70-е годы были проведены исследования, и одно из крупных исследований, там их было несколько протоколов, это ветеранская вот эта американская урологическая группа, но один из них показал, что там было проведено сравнение немедленной и отсроченной гормональной терапии у больных метастатическим раком предстоятельной железы, то есть отсроченную назначали тогда, когда появлялись какие-то симптомы, требующие полиации. И оказалось, что большинство больных умирали не от рака, а даже при метастатическом процессе от инкурентных заболеваний, и только 41% от рака. И оказалось, что общая выживаемость в группах немедленной и отсроченной гормональной терапии, она не различалась. При этом в группе больных, кому гормональная терапия назначалась в отсроченном порядке, у них, конечно, было меньше побочных явлений. Вы скажете мне, что да, это были старые исследования, где в основном применялись эстрогены. Частично соглашусь с вами, но более поздние исследования, проведенные уже в 80-х, 90-х годах, это исследование, опять же, по сравнению немедленной и отсроченной гормональной терапии, уже британская, показало, что да, немедленное начало гормональной терапии способствует снижению риска осложнений у больных с метастатическим процессом, таких как переломы патологические, боли, необходимость транссоретральных резекций в связи с инфраизикальной обструкцией, компрессии спинного мозга и так далее. И как будто бы действительно смертность меньше, но оказалось, что достоверное преимущество выживаемости при немедленном назначении гормональной терапии оказались только у больных с местно распространенным раком, у больных с метастатическим процессом различия достоверной выживаемости отсутствовали. Более того, посмотрите, когда гормональную терапию начинали рано, у больных чаще развивались опухоли других локализаций. И поэтому в целом, в общем-то, достоверно смертность, как я уже сказал, в группе больных с метастатическим процессом не различалась. И сам отец-основатель гормональной терапии в своей нобелевской лекции в 1966 году, он уже четко говорил о том, что да, гормональная терапия эффективна не у всех больных, и рано или поздно она в процессе проведения действительно становится неэффективной. То есть больные становятся гормонрефрактерными или резистентными. Но все, как Борисович убедительно показал, и действительно на сегодняшний день основным механизмом развития гормональной резистентности, а сегодня мы ее называем кастрационной резистентностью, потому что действительно мы знаем, что эта резистентность формируется именно к кастрационной терапии, а другие варианты подавления андрогенового сигнала могут быть эффективны. Действительно, эта теория преобладает, и андрогеновый рецептор, и его гены действительно играют ключевую роль. Я не буду повторяться, поэтому подавление продукции андрогенов и ингибирование функции андрогенового рецептора является эффективными методами лечения и на стадии кастрационно-резистентного рака, поэтому мы начинаем, как правило, нашу терапию с таких препаратов, как гератерон и линзелутамид. Мне очень нравится эта картинка, которая как раз показывает ключевую роль андрогенового рецептора, который как двигатель у автомобиля, когда в него заливают топливо, а топливом являются андрогены, запускает трансмиссию, но, к сожалению, эта трансмиссия ведет к прогрессии рака предстоятельной железы. Но так ли все просто? На самом деле, конечно, нет, потому что сегодня очень убедительно и четко показано, что далеко не только сигнальные пути, связанные с передачей вот этого сигнала андрогена-андрогеновый рецептор, да, действительно, вы видите, они преобладают, у 71% имеется активация этих сигнальных путей, и они идут даже на стадии кастрационно-резистентного рака предстоятельной железы. Но и другие сигнальные пути, например, посмотрите, почти у половины больных включается сигнальный путь, связанный с дефицитом потери функции гена ПТН, и вы знаете, это ПИА-3К, ЭКТ, МТОР, сигнальный путь, и, опять же, его подавление, в том числе и веролимусом изучалось, у больных раков предстоятельной железы. Сегодня мы ждём вот как раз на конгрессе ЭСМА в этом году результатов по применению ингибитора, извините, не ингибитора, препарата ИПТ-СРТИП, как раз который, ингибитор АКТ. Так вот, вы видите, что у 18% наблюдается активация сигнального пути ВИНТ, который также может способствовать пролиферации опухолю процесса. У 32% наблюдается нарушение генов клеточного цикла, которые ведут к повышению концентрации циклина. И вы знаете, что препараты ингибитора циклина тоже активно изучаются сегодня у больных раком предстоятельной железы. Но, наконец, у 23% влияются мутации генов репарации ДНК или генов гомологичной рекомбинации. Я хочу отметить, что все эти генетические нарушения и нарушения этих сигнальных путей, они значительно чаще наблюдаются у больных метастатическим процессом, чем у больных с локализованным и местно распространённым. Вы видите, серые столбики — это нарушения в различных генах, в том числе, вы видите, в генах репарации ДНК, в 2,5 чаще эти аберрации выявляют у больных с метастатическим и кастрационно-резистентным раком. То есть в процессе опухолевой прогрессии идёт накопление и увеличение числа вот этих мутаций. Опять же, на графике справа вы это можете хорошо видеть. Поэтому, учитывая то, что помимо пути вот этого андрогена-андрогенового рецептора сигнального включаются другие сигнальные пути, связанные очень часто с активизацией различных ростовых факторов. Вот здесь показано, кстати, как в различных экспериментальных исследованиях и клинических исследованиях было определено, что многие очень хорошо вам знакомые ростовые факторы и рецепторы к ним могут экспрессироваться, гиперэкспрессироваться у больных кастрационно-резистентным раком. И вы видите, какой спектр препаратов, которые мы с вами хорошо знаем для лечения рака молочной железы, колоректального рака, астромальных, гистов и так далее, других опухолей, пытались использовать у больных раком предстоятельной железы. Что из этого получилось? Вот хорошо вам известный препарат гефетиниб, который при раке лёгкого, вы знаете, используется. Вроде бы показал определенную активность в виде снижения ПСА, снижения уровня боли у больных кастрационно-резистентным раком. Достаточно невысокая частота нежелательных явлений, общая выживаемость не отличалась от контрольных групп. Препарат тасквинемод. Вспомните, какие надежды мы возлагали на этот ингибитор белка С100А9, который через подавление функций миелоидных клеток ведёт к активации иммунитета, снимает иммуносупрессию, он подавляет неоангиогенез, снижает потенцию к метастазированию. Действительно, в исследовании второй фазы были многообещающие данные по увеличению медианы безрецидивной выживаемости в два раза, даже больше, чем в два раза при переведении тасквинемода в группе кастрационно-резистентного рака. К сожалению, исследование третьей фазы оказалось негативным. Несмотря на то, что медиана без прогрессивной выживаемости увеличилась, вы видите, медиана общей выживаемости была даже несколько хуже в группе тасквинемода, чем в группе плацебо при лечении кастрационно-резистентного рака у больных, не получавших ранее химиотерапии. При этом токсичность тоже, вы видите, была достаточно большая. Хорошо нам известны препарат кабазентениб, который мы успешно применяем у больных метастатическим почечно-клеточным раком, тоже изучался у больных раком предстоятельной железы. Во второй фазе показал потрясающие регрессии костных метастазов. К сожалению, в третьей фазе этот таргетный препарат тоже провалился, вы видите, несмотря на увеличение беспрогрессивной выживаемости. По сравнению с преднизолоном у больных, которые уже получили предшествующие линии терапии, кабазентениб не показал увеличение общей выживаемости, и поэтому тоже не был зарегистрирован, хотя сегодня он опять изучается в комбинации уже с ингибиторами контрольных точек. Ингибитор-рецептор эндотелина А, препарат ZD-4054, который даже уже получил название, это препарат, который способствует снижению пролиферативной активности ангиогенеза патологической, миграции и потенции опухолевых метастазирования. Но опять же, та же самая история. Вторая фаза показывает преимущество беспрогрессивной выживаемости. Вот видите, синие кривые по сравнению с плацебо у больных кастрационно-резистентным раком. Но исследования третьей фазы оказались... Здесь даже, извините, общая выживаемость во второй фазе была лучше. Три исследования третьей фазы были запущены, и все три оказались негативными. Препарат также ушел в небытие. Ну, по крайней мере, на сегодняшний момент. Косномодифицирующие агенты гибитор-ранклиганда Деносумаб пытались его применить для профилактики костных метастазов у больных неметастатическим кастрационно-резистентным раком. И действительно, вроде бы, вы видите, на 4 месяца увеличивалась медиана времени до развития костных метастазов. Однако, посмотрите, общая выживаемость, опять же, не отличалась. У 5% больных развивался некроз нижней челюстью, у 2% тяжелая гипокальцемия. Препарат не был одобрен FDA для лечения кастрационно-резистента рака предстоятельной железы. Казалось бы, таргетная терапия при раке предстоятельной железы провалилась, и действительно, легенду разрушить не удалось, если бы не появился новый вариант таргетной терапии при мутациях генов репарации ДНК или генов гомологичной рекомбинации. Я уже сказал, что это нарушение может наблюдаться у 24% на стадии кастрационно-резистентного процесса. Но вы знаете, что эти мутации могут быть наследственными, герминальными, могут возникать в процессе развития опухоли, быть соматическими. И посмотрите, если посмотреть, то, казалось бы, частота мутации не очень высока, но в целом на популяцию больных, если взять все эти гены, в первую очередь, конечно, BRCA2 имеет значение, но также BRCA1 и тем и так далее, то эти мутации достаточно распространены. И вы знаете, что репарация двухцепочных разрывов ДНК происходит, молекула ДНК происходит путем гомологичной рекомбинации. И если происходит выключение в результате мутации этих генов репарации или гомологичной рекомбинации, то накапливается в клетках повреждённая ДНК, происходит нестабильность генома и потенциал к развитию и прогрессированию опухоли. Опять же, при раке предстательной железы, если посмотреть на зависимость, ну, частоты выявления мутации генов гомологичной рекомбинации и распространённости процесса, степени дифференцировки, степени злокачественности, вероятности поражения лимфоузлов, вы видите, что совершенно чётко ассоциировано выявление этих мутаций с ухудшением прогноза. И вы посмотрите, насколько чаще они выявляются у больных в четвёртой стадии ракопредстательной железы. Поэтому выявление этих мутаций это не только предикторное значение для назначения препарата Аллапариба, но и прогностическое значение на различных стадиях опухолевого процесса. И, наверное, мы уже приходим к тому, чтобы оценивать эти генетические изменения именно в прогностическом плане и учитывать их при выборе тактики лечения. И не только даже, может быть, при кастрационно-резистентном и метастатическом процессе. Но, опять же, наибольшая прогностическая значимость имеют мутации гена Берсей-2. По сравнению с другими, вы видите, что наиболее статистически достоверные различия. И посмотрите, некоторые профессиональные сообщества, в частности, НССН, уже внесло в свои рекомендации целесообразность определения мутаций. Не только даже, посмотрите, у больных с метастатическим и кастрационно-резистентным раком предстоятельной железы, но и написано, что следует рассмотреть возможность определения этих мутаций. И у больных даже с локализованным раком промежуточного риска при высокой продолжительности жизни больного. И, конечно, у больных, у которых молодого возраста, у которых мы подозреваем наследственный характер, этих изменений также рекомендовано проводить определение этих мутаций. Посмотрите, клинические рекомендации Министерства здравоохранения, которые были разработаны Российским обществом онкоурологов, также подразумевают и рекомендуют проведение генетического тестирования на наличие герминальных мутаций у всех мужчин высокого и очень высокого риска при наличии локализованного метастатического рака и соматические мутации в потенциале позволят получать более полные результаты по сравнению с тестированием только герминальным. Поэтому тестирование опухоли на наличие соматических мутаций в генах BRCA1, BRCA2 и ATM может быть рекомендовано для пациентов с распространенными формами рака предстоятельной железы. Я уже говорил о том, что при наличии мутаций вот эти двухцепочные разрывы генов гомологичной рекомбинации вот эти двухцепочные разрывы уже восстанавливаются за счёт альтернативных механизмов. Не за счёт механизмов гомологичной рекомбинации, а за счёт других механизмов. И в связи с этим клетка достаточно быстро приобретает геномную нестабильность и погибает. Белок PARP, как вы знаете, он служит для восстановления вот этих одноцепочных разрывов, но для того, чтобы произошло это восстановление, он должен отсоединиться от молекулы ДНК. Ингибиторы этого белка PARP, соединяясь с ним, они не позволяют ему отсоединиться одноцепочные разрывы переходят до цепочных. Как я уже сказал, при мутации генов гомологичной рекомбинации не идёт эффективное восстановление молекулы ДНК, и клетка в результате опухолевая погибает. Препарат Аллапариб, это на сегодняшний день наиболее изученный PARP-ингибитор. При раке представительной железы исследовался и в исследованиях первой, и в исследовании второй фазы, мы с вами помним исследование в комбинации с абиротероном. Ну вот, в прошлом году мы получили результаты крупнейшего исследования PROFOUND, это исследование третьей фазы, в котором оценивалась монотерапия Аллапарибом, PARP-ингибитором у больных, кастрационно-резистентным раком предстательной железы, с наличием мутаций в генах гомологичной рекомбинации, которые уже получили предшествующую линию гормональной терапии, абиротероном или энзолутамидом. При этом допускалось, что больные получили и химию, могли получать в анамнезе и химиотерапию. Больные были рандомизированы на две группы. Ну, здесь было выделено две как бы больших подгруппы, это больные с основными мутациями, генов ВРС1, ВРС2 или ЭТМ, и с другими мутациями. Но основная группа, это как раз группа, вот эта группа А, и больные были рандомизированы на получение аллопариба или по выбору врача соответственно энзолутамида или абиротерона, в зависимости от того, что они получали в первой линии до включения в исследование. Больные были сертифицированы по тому фактору, получали они до этого химиотерапию токсанами и были у них или не были измеряемые очаги. Первичной конечной точкой была радиологическая беспрогрессивная выживаемость, как раз вот в группе с выявленными мутациями, наиболее частыми мутациями ВРС1, 2 и ЭТМ. Ну а вторичными точками была частота объективного ответа, общая выживаемость, естественно, переносимость. Посмотрите, в скрининг было включено 4047 больных. Из них успешное генетическое тестирование, которое позволило определить мутации, было осуществлено у 69% больных. К сожалению, не у всех больных удалось получить достаточное количество опухоли в препарате, не у всех больных блоки позволяли выделить ДНК, и на этапе уже секвенирования тоже были неудачи. Но где-то, вы видите, 70% больных, это достаточно много, удалось эффективно тестировать на предмет мутации. И по характеристикам больных они были достаточно, как всегда, в рандомизированных исследованиях сбалансированы. Единственное, что почему-то, вот посмотрите, уровень ПСА, средний, медиан уровня ПСА была меньше в группе аллопариба, чем в группе гормональной терапии. И немножко чаще, опять же, в группе гормональной терапии были больные с висцеральными метастазами, хотя эти различия были не очень существенны. И обратите внимание, что 65% и 63% больных уже до включения в этот протокол получили химиотерапию, причём около 20%, как вы видите, не только доцитокселом, но и кабазитокселом, то есть две линии химиотерапии. Это подчёркивает то, какая это была непростая и прогностически неблагоприятная группа пациентов. И посмотрите, 33,3% в группе аллопариба частота объективного ответа. Я, честно говоря, не ожидал таких высоких цифр вот в этой популяции больных. Это объективный ответ по критериям рецист. И посмотрите, отношение рисков в 20 раз снижался, то есть повышался риск ответа, шанс на получение ответа в группе аллопариба по сравнению с группой гормональной терапии. Медиана беспрогрессивной выживаемости в группе аллопариба увеличилась в два раза. 7,4 месяца по сравнению с 3,5 месяцами в группе гормональной терапии. Вы видите, на 66% снижался риск прогрессирования или смерти при применении аллопариба. И посмотрите, годичный уровень безрецидивного течения в больных, получавших аллопариб, составил почти 30%. Данные по общей выживаемости пока остаются незрелыми, но тем не менее четкая тенденция к увеличению общей выживаемости в группе аллопариба прослеживается уже на этапе первичного анализа. Вы видите, по медиане даже на 3 месяца больше медиана общей выживаемости и в общей когорте тоже, где были более редкие мутации, также отмечалась тенденция к увеличению общей выживаемости. Я уже сказал, что помимо мутаций BRCA2, BRCA1 и ETM изучались и другие. Там, в этих подгруппах, было, конечно, значительно меньше больных. Тем не менее, посмотрите, клиническое преимущество аллопариба было значительным и клинически значимым и в группе больных с мутацией CDK12 и ЧЕК2 и в премутациях генов семейства РАД. Но, повторюсь, больных было не очень много, чтобы делать однозначные выводы. Что касается переносимости препарата, она оказалась вполне приемлемой, по крайней мере, значительно намного лучше, чем в том исследовании, в котором мы участвовали до этого, где препарат комбинации с абиротероном применялся. Посмотрите, нежелательные явления наблюдались не намного чаще в целом и третьей-четвертой степени, чем в группе больных, которые получали гормональную терапию. Снижение дозировки аллопариба потребовалось только у 22% больных, отмена терапии у 16% больных. Частота смертельных исходов была, вы видите, в процентном отношении одинаковая, а исходы смертельно связанные с лечением наблюдались только у одного больного. Какие нежелательные явления наиболее специфичные для аллопариба? Это, конечно, анемия, вы видите, 21,5% третьей-четвертой степени, и это желудочно-кишечные проявления, такие как тошнота, в первую очередь, диарея, рвота, снижение аппетита, слабость и остенизация, вы видите, в общем, были несколько чаще в группе аллопариба, но третья-четвертая степень была, даже реже наблюдалась, чем в группе гормональной терапии. Таким образом, коллеги, я, конечно, сегодня еще не готов полностью разрушить легенду о том, что рак предстоятельной железы это гормонозависимый опухоль, и основной вариант терапии все равно остается гормональной, направленной на подавление андрогенов различными путями. Но я хочу обратить ваше внимание, что мы имеем все больше и больше данных о гетерогенности, молекулярной гетерогенности метастатического рака предстоятельной железы. И те генные нарушения, мутации, метилирования генов, которые мы выявляем, они затрагивают различные сигнальные пути. И 23% включают гены системы репарации ДНК. Причем они наблюдаются гораздо чаще при развитии уже метастатического конституционно-резистентного процесса. И вот в исследовании Профаун, которое сегодня является крупнейшим исследованием, в котором оценивалась частота появления этих мутаций, вы видите, было включено 4425 больных и у 27,9 были выявлены мутации. Извините, вот эти мутации, они достаточно успешно выявляются теми методиками, которые сегодня развиты. И конечно, было показано четко, что определение статуса генов системы репарации, гомологичной рекомбинации может иметь важное клиническое значение. И опять же, вот это исследование Профаунд, это первое такое крупное исследование, которым опробирован и он оказался успешным персонифицированной таргетной терапии у больных раков предстоятельной железы. Мы этого ждали давно, завидуя нашим коллегам других солидных опухолей. Мы, к сожалению, в онкорологии этого раньше не имели. Сегодня есть такой подход, это применение парпогибиторов, алопориба, который действительно, как вы видите, способствовал и увеличению частоты объективного ответа, и увеличению дианы беспрогрессивной выживаемости, тенденции к увеличению общей выживаемости. В целом, препарат переносится неплохо, даже вот в такой тяжелой группе больных, которые были включены в это исследование. И поэтому возможно, что мы с вами сегодня связываемся свидетелями рождения новой легенды, это персеттенфицированная таргетная терапия у больных раком предстоятельной железы. Я благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok